ПЕСНЯ 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 чтобы у детей были хотя бы какие-то жизненные впечатления, потому что для этого ребенок статистик, да, вот представьте, что там очень много детей с ДЦП, значит, много трудно движения, и они с вами всегда развлечь могут еще меньше, чем обычные маленькие люди. Вот он лежит, но сейчас покрывается. Диограмма даже самостоятельно голову не может повернуть. Ясно, что он же молодцы, но никак не делается в такой ситуации. А вместе с перспективами в интернат пришла жизнь. В 1996 году в детском доме появились первые волонтеры из Германии. Сейчас это интернациональная команда молодых людей из России, Польши, Германии, Англии. Они играют с ребятами, гуляют, кормят им и учат улыбаться. Это вообще революционная забыть в его жизни, что их кто-то перенесет в этой комнате, в какую-то другую. Есть яркие игрушки, вот это клуботины, шарик, ну и все, и вообще что-то происходит, где можно покачаться, гулять следы. Но мы даже, наверное, не можем себе представить, что это такое, когда мир так меняется. Сегодня перспективам удалось создать команду профессионалов. В организации работают более 100 сотрудников. Это педагоги, психологи, логопеды и специалисты по лечебной физкультуре. В Павловском детском доме открылась малая школа и детский сад. Сколько им учатся, как рабочие дети. Точно так же реагируют, когда к ним тепло обращаются, как-то не нужно. Каждую неделю в реабилитационном центре солнечных остров ребята занимаются типа терапии, верховой ездой, а летом вместе с волонтерами на 10 дней выезжают в конную ладьбу. Это эмоциональная ладьба, это поведение. Наталья, если раньше она ходила, например, на таких ходунках, трехопорных колес, сейчас она видит, что ходит на костылях и передвигается практически вот по этой неровной, тресеченной местности в конце этого. Достигнутые результаты показали, что такие дети могут развиваться и радоваться жизни. При достижении 18 лет этих детей переводят в один из психоневрологических интернатов, где проходит вся их взрослая жизнь. Многие из павловских детей оказались в психоневрологическом интернате номер 3 в Петергофе, где в огромном здании живут около тысячи инвалидов, пожилых людей и людей с психическими нарушениями. И вначале нам просто было очень жалко, что дети уехали, и мы не смогли с ними остаться в контакте. Было принято решение начать новый проект в Петергофе, попробовать сделать жизнь этих ребят нормальной настолько, насколько это возможно. А в нормальной жизни взрослому человеку нужна свобода и жизненные впечатления. Нужна работа и отдых, духовная и творческая активность, общение и личное пространство. Именно это перспективы и стараются дать своим подопечным. Из моих душевых произошло некоторое оживление. Оживление при приходе этой организации. Что ты любишь, что ты знаешь? Ну, все люблю. Все красные поделки всякие. А здесь есть твои республики? Да, каждая. Это моя, это с тобой. Пока только 100 ребят занимаются со специалистами. Ездят на прогулки, экскурсии, сами стирают белье, учатся готовить. Жизнь наших ребят полностью изменилась с приходом перспективы к нам в интернат. Полностью. До этого ребята все лежали в своих кроватях, присидели у телевизора. Сейчас половина проживающих в Монер-Венеевичество лако. Все в мастерской, все где занято. Это ты, 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 ты? Таких людей в нашей стране считают профнепригодными. Такой зарубежный опыт уже давно показывает, что люди с нарушением развития способны не только реализовываться, но и переносить в пользу общества. Перспективы ремонтируют и оборудуют помещения под мастерские и студии. У детей, от которых отвернулось общество, есть верные сердца, их родители. Новые перспективы. Специально для них открылся центр дневного пребывания. Ребенок, он, честно, очень общительный, очень федеральный, отличное их общение. И он, как бы, не имеет этого боялья. Программа помощи 40 семьям, в которых есть дети с тяжелыми формами инвалидности, работает с 2000 года. Родители, которые хотят воспитывать своего ребенка дома, не в состоянии справиться без помощи без вне. Так как поддержки государства недостаточно. Общественный транспорт не приспособлен для передвижения инвалидов. Поэтому детей каждое утро забирают из дома на специальный автобус. Перспективы создают способия для самостоятельного развития семьи, помогают родителям с работой и обучением. То есть ребенок может днем находиться в таком пространстве, опять-таки, развивающем, новым для него. Он таким образом преодолевает свою исключенность из общества, и у него возникают новые жизненные впечатления. Он становится более самостоятельным, отрывается от мамы, к которой он обычно, очень жестко привязанная мама, может вообще пойти на работу или хотя бы заняться какими-то своими делами. То есть в этом смысле мне становится легче. Такой труд не остается незамеченным. Городские власти в 2005 году наградили Маргаретов фон Дергорд органом настоящих героев. Город предоставил перспективам безвозмездное пользование на 10 лет помещения на набережной Кутузов. Сюда переехал центр дневного пребывания для подростков с множественными обучениями в развитии. Я хочу по имени всех петербуржцев выразить вам глубочайшую признательность и вручить вам знак гражданского мужества настоящий герой. Спасибо вам за все. Вся работа перспектив ведется исключительно на благотворительное пожертвование частных лиц и предприятий. Сотрудники центра готовы рассказать всем желающим, как можно помочь их подопечным. Можно прийти и сказать, давайте сделаем это вместе. Мы создаем, на самом деле, ну что ли, подседенты или модели. И очень ждем, что кто-то еще подхватит, что какие-то еще организации включаются в эту деятельность и займутся чем-то рядом с нами. Потому что благотворительная организация не должна быть огромной решающейся городской проблемой. Лучше, если обидеть маленьких, гибких организаций. Чтобы я получил право на отдых, я должен день потратить со смыслом, с пользой. И лучше, чтобы эта польза была не для меня. Потому что если я это делаю для себя, то, как в Евангелии Христос сказал, какая мне сам заслуга. Общественная благотворительная организация «До свете». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова